Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Развитие экономики Кумертау – приоритетная цель. Сейчас все силы городской администрации брошены на привлечение инвестиций. Для выполнения этой первоочередной задачи был создан муниципальный проектный офис. 10 марта прошло первое заседание. Подробности в репортаже Константина Меркушева. 10 марта в здании администрации городского округа состоялось первое заседание муниципального проектного офиса, в состав которого вошли все члены управленческой команды, проходящих обучение в Сколково, заместители главы администрации, представители молодежного объединения города, общественные организации ветеранов войны и труда, общественные палаты города и средств массовой информации. Открыл заседание глава администрации Борис Беляев. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами открываем муниципальный проектный офис по разработке и реализации приоритетной программы комплексного развития моногорода Кумертау. Не буду говорить о том, что мы являемся территорией опережающей социально-экономическое развитие. Мы об этом уже много говорили. Сегодня нам нужно будет уже систематизировать нашу работу и уверенно двигаться вперед по развитию нашей экономики. На пилотном заседании проектного офиса приняла участие заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. Всем присутствующим она озвучила цели создания рабочей группы. Целью создания данной рабочей группы является организация планирования и контроля проектной деятельности по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения на территории монопрофильных муниципальных образований Республики Башкортостан. Основная же цель программы – создание новых рабочих мест. В городе их число должно составить около двух тысяч. На первом же заседании члены рабочей группы рассмотрели уже первые проекты. Сегодня мы рассмотрели один проект – это привлечение резидентов ТОР в город Кумертау. Дело в том, что немногие инвесторы знают о тех особенностях и преференциях, которые ждут их при исполнении инвестпроекта на территории нашего города. И два подпроекта – это о продаже инвесторам часть имущественного комплекса «Муплокомотив» и ООО «Кумап». Первое заседание муниципального проектного офиса завершилось, а цели на следующее собрание уже поставлены. На следующее заседание рабочей группы мы попробуем решить проблему, связанную с дефицитом электроэнергии в северной части нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Город молодежного значения. Под таким названием в Кумертау прошел молодежный форум. Студенты профессиональных образовательных учреждений и школьники учились строить бизнес-проекты, обсуждали свои идеи по развитию города. Дискуссии и тренинги с молодежью провели опытные специалисты. На мероприятие побывала Айгуль Мухамедшина. Перед началом работы участников молодежного форума пригласили прогуляться по Арбату. В фойе Центра детского творчества развернулось несколько площадок. Желающие могли приобрести изделия ручной работы на ярмарке, поиграть в логические игры или же посмотреть творческие выступления. Здесь музыканты исполняли композиции собственного сочинения, юные художники создавали портреты. Все участники программы активны и талантливые молодые люди. В таких мероприятиях они могут проявить себя. В нашем городе такие мероприятия большая редкость. Тут хотя бы как-то собрались творческие люди, хендмейдеры и фотографы. Поэтому хотя бы как-то просвечаем молодежь. Во время регистрации среди молодежи волонтеры добровольческого движения «Белая река» провели своеобразный опрос. Надо было на листе бумаги изобразить свое понимание счастья. Многие даже не могут представить себе, что это. Хотя многие говорят, что я счастлива. А что для тебя счастье, никто не понимает. И вот мы просим, чтобы они нарисовали его. Ну, очень много интересных там идей. У каждого счастье свое. У кого-то это семья, у кого-то солнышко, у кого-то настроение хорошее. Один мальчик нарисовал мороженое. Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале ЦДТ. В зале собрались делегаты от всех учебных заведений города. Для участников были представлены концертные номера творческих коллективов. Создание условий для включения инициативной и талантливой молодежи в процесс социально-экономического развития города. Таковы задачи форума. Об этом в своем приветственном слове говорила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Сегодняшний форум особенный, потому что мы проводим его в статусе территории, опережающей социально-экономического развития. И вот только что возникла у нас идея создать молодежный проектный офис, который наравне с городскими руководителями и с городской управленческой командой будет работать над развитием города. И сегодня мы ждем от молодежи идей, инициативы, продвижения. Форум поможет получить новые знания, попробовать себя в реализации новых идей, расширить круг знакомств. В зале собрались активные и инициативные представители молодежи. Организаторы возлагают на них большие надежды. Ведь именно молодые люди способны предложить новые пути развития города. После ознакомления с программой работы и обсуждения темы активного участия молодежи в жизни города продолжилось в секциях. Всего работало шесть площадок. В работе форума приняли участие представители молодежного совета Приволжского федерального округа, Всероссийского волонтерского центра города Москва. Очень хотелось бы, чтобы ребята сегодня здесь, на нашей площадке, увидели себя с другой стороны. Увидели в себе те ресурсы, те возможности, которые в них, несомненно, есть, но они их просто не замечают. Форум дал ребятам возможность найти единомышленников и узнать много интересного. О том, как разработать проект, суметь его реализовать. Студенты и школьники предлагали инновационные идеи в области экономики и социальной сфере. В этом направлении практические занятия провела многократный победитель грантовых конкурсов Марина Сафонова. Все новые проекты прошли экспертизу у специалистов. Целью экспертов найти ошибки в проекте, то есть указать те риски, минусы проекта. А во второй раз, когда они поработают над тем, чтобы это все учесть, исправить, они пройдут круг экспертов повторно. Но эксперты уже будут конструктивные предложения давать проект. Как проект сделать более уникальным, как внести туда новизну, может быть, каких-то участников добавить. Как строить бизнес в возможностях самореализации и воплощения собственных идей в кризисное время? Об этом говорил и куратор республиканской программы ИТИ-предприниматель Елена Петрова. Молодые люди узнали истории успеха, о новых способах привлечения средств на старт. Пришли к тому, что идеи есть. Самое важное – это сделать первый шаг в реальной деятельности. И здесь, как никогда, нужна помощь старших товарищей, которые уже занимаются предпринимательством. И наше предложение основное – это сформировать в рамках реализации программы в городе Кумертау совместно с администрацией Клуб наставников из действующих успешных предпринимателей, которые бы в рамках обсуждения проектов молодых людей могли бы им подсказывать, как реализовать свои идеи. Работы на площадках проводились в форме игры, дискуссии, практических занятий. После работы в секциях на закрытии подвели итоги. Было отмечено, что работа прошла успешно. Всего участники представили семь проектов. Два из них будут направлены для участия в республиканском конкурсе. Участники форума были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации. На этой неделе в администрации городского округа состоялся межведомственный совет. Главный вопрос – как повысить рождаемость? Ответ знает Константин Меркушев. Рождаемость в городском округе сократилась. Как сделать эту отрицательную динамику положительной? Об этом шел разговор на совещании рабочей группы по разработке мер муниципальной поддержки по увеличению рождаемости. Представители администрации, различных общественных организаций, врачи, педагоги предлагали свои варианты улучшения демографической ситуации. Работать есть над чем, констатировал глава администрации Борис Беляев. Участники заседания обсудили наиболее перспективные предложения по увеличению рождаемости в городском округе. Одна из мер, в частности, предусматривает в дополнение к республиканским деньгам оказывать финансовую поддержку и на местном уровне. Одно из предложений было выделять энную денежную компенсацию, энную денежную выплату по рождению ребенка, 1, 2, 3, не важно, главное, родили ребенка, ту или иную сумму, именно к умертавским семьям. Нам нужно, коллеги, определиться. Эффективна эта мера будет, денежным ли выражением будем выдавать средства, либо мы будем на иную сумму какую-то продукцию, какую-то там сувенирную продукцию, нужную продукцию, набор какой-то для семей мы будем приобретать, ну и так далее. В чем действительно нуждаются молодые семьи и какая помощь им нужна? Для этого Борис Владимирович поручил провести социологический опрос среди жителей города. А какие из идей будут реализованы на практике, будет решено на следующем заседании. И все же самый большой эффект, по мнению большинства собравшихся, дало бы стабильное экономическое развитие города. Тогда вместе с производственными показателями росло бы число детей в семьях. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Новый подход к приему и записи пациентов. В городской поликлинике Кумертовской центральной больницы в понедельник открылась модернизированная регистратура. О том, как теперь работает новая система, посмотрел и глава администрации Борис Беляев. Клиент 397, пройдите к окну 2. В пилотном проекте «Вежливая регистратура» Кумертовская городская больница участвует в числе первых в республике. С тем, как теперь изменилась система записи к врачам, увидел глава администрации Борис Беляев. В рамках программы полностью преобразован холл взрослой поликлиники. Здесь сделан современный ремонт, расширена зона ожидания, установлены удобные кресла. Новая регистратура безбарьерная, нет маленьких окошек. Искать крайних в очереди не придется. Талон к регистратору необходимо взять через информат. И уже потом на табло появится информация с номером талона и регистрационного стола. Оснащена система электронной очереди и голосовым оповещением. Главная задача была добавить комфорта для посетителей нашей городской поликлиники. Понятно, что там совсем проблема очередей, и самой поликлиники от этого не ушла. Главная проблема – это насытить кадрами. Но все-таки мы хотели с помощью этих систем записи в регистратору, с помощью того материально-технического оснащения, которое мы здесь применили, первое впечатление, первый вход в городскую поликлинику улучшить. Улучшить для населения, чтобы было чуть проще, чуть-чуть удобнее. Галина Булгакова в числе первых посетителей городской поликлиники столкнулась с новой системой записи к врачам. Женщина осталась довольна, ведь ей не пришлось стоять в очереди за талоном. Чисто, уютно, приветливо. Все встречают, спрашивают. Если что-то непонятно, объясняют. Мне кажется, будет намного лучше, чем очереди, которые обычно собирались около регистратуры. Ну, намного удобнее, чем в эти окна, в дырочку в эту смотришь, не знаешь, с кем разговариваешь. Здесь все-таки как бы с живым человеком разговариваешь. Поэтому очень удобно. Медицинские карты пациентов теперь хранятся в отдельном помещении. В скором времени их планируют полностью перевести в электронный вариант. Это намного упрощает работу, говорят регистраторы. Во-первых, это скорость. Естественно, обработка данных клиента здесь намного выше, потому что ты не отвлекаешься на то, чтобы искать карточку, чтобы всю эту информацию перерабатывать. Ты просто записал человека, и он уже пошел дальше к врачу. И следующий клиент подходит. В фойе стало больше справочных материалов для посетителей. В скором времени ожидающие смогут воспользоваться и интернетом Wi-Fi. Своими впечатлениями от увиденного поделился и глава администрации Борис Беляев. Впечатления очень хорошие, положительные. Мы, хочу отметить, первые среди моногородов, которые реконструировали входные группы у взрослой поликлиники. Отрадно отметить, что главный врач нашей больницы, Олег Анатольевич Астахов, понял ситуацию прямо, сориентировался вовремя. И вот такой подарок, можно сказать, сделал для наших горожан, чтобы они себя чувствовали комфортно, когда приходят в больницу, чтобы они могли обратиться к врачу. Это здорово, это удобно, это комфортно. И хочу сказать, чтобы не приходили люди в больницу лечиться, а приходили для профилактики. В этот день только за первую половину дня к врачам обратилось более 400 человек. И это кроме тех, кто записался по телефону через терминалы или интернет. Кстати, данные виды услуг также сохраняются. Самая звездная команда именно с таким званием. Кумерталовские кадеты вернулись в город со второго спортивно-образовательного военно-патриотического слета «Олимпийская зорница», который прошел в городе Сочи. Поздравил ребят с победой Борис Беляев. Встреча прошла в городской администрации. Военно-патриотический слет прошел с 20 по 26 февраля. В конкурсе приняли участие 9 команд. Из городов Москва, Махачкала, Сочи, Хабаровск, Сухой Лог, Симферополь и Кумертал. В течение недели шла упорная борьба за победу, с которой кумерталовские кадеты справились на все 100%. Итог – единоличное первое место. Несмотря на то, что были сильные команды, борьба была сложная, но мы приложили все усилия и завоевали все высшие награды. Мы участвовали во всех конкурсах слета, были везде первыми, привлекли к себе внимание, общались со всеми, были дружными. Среди всех наград была индивидуальная. Командир нашей команды Айдар Тазиддинов стал победителем в конкурсе сочинений. У нас тоже свои соревнования, среди командиров тоже были, и надо было подготовить сочинения от первого лица по военному рассказу. Я взял рассказ Эммануэль Казакевича «Звезда». Подготовка к слету началась у школьников еще в январе. Тяжелые физические нагрузки и ежедневная подготовка проверили ребят на прочность. Как тому подтверждение – лучшая команда конкурса. Но, как говорится, нет предела совершенству. Один из умных выразил мысль, если ты доволен своими учениками, то тебе уже надо уйти из этого всего дела. Работаем, так есть. Результат – хороший результат. Но, еще раз говорю, что надо работать, 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 чтобы это было еще более качественно, более конкретно и, наверное, правильно. Что порадовало? Порадовало то, что мы можем в сложных ситуациях принять верное решение и быть людьми в любой ситуации. Ну, довольны. Ну, если честно, то да. В конце встречи глава администрации вручил благодарственные письма родителям кадетов за отличное воспитание детей. Ну, а участникам военно-патриотического слета большой торт. Чай попьете. В 2017 году Башкирия получит из федерального бюджета 856 миллионов рублей на проект по формированию современной городской среды. Из бюджета Башкирии на проект тоже выделяются деньги – 175 миллионов рублей. Две трети средств будут направлены на благоустройство дворов. Оставшаяся треть – на обустройство наиболее посещаемых мест, которые укажут граждане. На территории нашего города три парка. Они расположены в разных частях города. Это строящийся парк «Взлетный» в поселке «Авиатор», «Победы по улице мира», а также излюбленные места отдыха горожан, парк культуры и отдыха имени Гагарина. Который из них получит средства на благоустройство. Это будут решать жители города. В ближайшее время будет объявлено о начале проведения опроса среди населения, где жителям предложат выбрать парк, в котором больше всего требуется обустройство. Уже буквально на следующей неделе мы должны будем утвердить, уже в разработке утвердить положение, то есть формативные акты по проведению общественных обсуждений. И в течение месяца эти общественные обсуждения должны пройти. Решение по благоустройству парков будет принято лишь после проведения общественных обсуждений. Тем не менее, участники совещания рассмотрели все возможные варианты обустройства по каждому из объектов. Всего в этом году на проект по формированию современной городской среды Башкортостан из федерального бюджета получит 856 миллионов рублей. Из регионального будет выделено 175 миллионов рублей. Средства будут распределены между малыми городами. Первые шаги в науку – это о детях, в которых объединил городской конкурс «Я исследователь». Воспитанники дошкольных учреждений города в пятницу собрались в детском саду «Ромашка», чтобы представить свои исследовательские работы. За ходом конкурса наблюдала наша съемочная группа. 10 марта на базе детского сада номер 14 «Ромашка» прошел городской конкурс «Первые шаги». Всего участвовало 45 детей со всех детских садов города в возрасте от 5 до 7 лет. Дошкольники представили свои творческие проекты и исследовательские работы в четырех направлениях. Секция 4 – гуманитарная, живая, неживая природа и физико-техника. Участвуют 40 дошкольников из 19 садов. Юными исследователями была проделана большая работа по подготовке к конкурсу. Это посещение библиотек, экскурсии, опыты, постановка проблемы и поиск доказательств. На конкурсе были представлены различные тематики исследовательских работ. Например, воспитанница детского сада номер 21 «Росинка» Анастасия Вершинина разработала проект исследовательской работы под названием «Магниты». Она представила на суд жюри как научную, так и практическую часть. Юная исследовательница подошла к своей работе ответственно, показав членам судейской команды, как можно рисовать красками с помощью простого магнита. А вот здесь с помощью магнита можно рисовать красками. По словам куратора Анастасии, огромную помощь в подготовке проекта оказали родители девочки. «Подготовка шла хорошо, быстро. Ребенок очень любознательный, быстро все схватывает, задает много вопросов, познавательная деятельность на высоком уровне. Эту работу нам было сделать легко, так как нам и родители помогли, тоже включились в эту работу. И сами мы, и сама она тоже показывала опыты детям в группе, делала выводы». Другой участник конкурса, Роман Романов, изготовил своими руками необычную батарейку из фруктов и овощей. «Я выяснил, что под тарейки из фруктов можно получить электрический ток». Юных исследователей оценивала судейская команда, состоящая из методистов казенного учреждения управления образования, педагогов, станций юных натуралистов и старших воспитателей города. По словам жюри, конкурс прошел на высоком уровне. «Неплохо выступила девочка, она рассказывала про лекарственные растения. То есть ребенок показал знание темы, то, что она в теме, это самое главное. Когда ребенок рассказывает, волнуется это одно, но не всегда ребенок, получается, понимает, о чем говорит. Вот с дошкольниками, именно с ребятами дошкольного возраста, самое главное, чтобы ребенок понимал, о чем он рассказывает. Это самое главное». По окончании конкурса члены судейской команды будут подводить итоги выступления ребят. Победители будут представлять наш город уже на республиканском уровне, который пройдет в конце марта в городе Мелиус. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Переходим к событиям праздничной части недели. Необычные рисунки появились в Кумертал в канун Международного женского дня. В предпраздничную суету художники решили добавить немного красок. Как отнеслись жители города к импровизированной оранжереи, узнавал Константин Меркушев. Кумертал всегда славится своими высокими снежными сугробами. Провести их в оригинальный красивый вид смогли художники города. Красочные цветы, поздравления с 8 марта заставили улыбаться наших привлекательных женщин. «Очень понравилось, очень приятно. Не только приятно мне, приятно всем и окружающим. Вообще побольше бы таких профессионалов, наверное, которые это все делают. Настолько трогательно. Давно таких моментов не было в нашей жизни. И даже эти нарисованные цветы намного приятнее, чем живые, наверное, на сегодняшний день. Даже, я говорю, ребенок у меня удивился такой красоте. И все-таки все дети, которые говорят устами младенца, глаголит истина, даже ребенок это оценил». «Очень приятно, особенно когда вот сейчас завтра 8 марта, как будто бы прям вот такой праздничный день, и кто-то так красиво нарисовал. Очень приятно». Отметили шедевры на снегу и мужчины. Они тоже остались довольными от увиденного. А также поздравили всех женщин с наступающим праздником. «Ну, это, кстати, весьма необычно. Я даже сразу внимания не обратил. Еще хотел бы знать, кто это нарисовал и какими руками сделано. Я вот сам сделал фоточки, вот тоже вся выложена страничка в контактах. Ну, по всеми это сделано, наверное, для женщин, чтобы они шли и рады с этой красоте весенней. Ну, и с наступающим праздником. Хочется поздравить всех женщин нашего города с наступающим праздником. Платим счастья, здоровья, личной жизни, успехов и всех благ». «Многие жители города останавливаются возле этого живописного сугроба, делают селфи, выкладывают в социальные сети. Я тоже решил не остаться в стороне и сделать памятную фотографию». Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В канун Международного женского дня в Куергазинском районе состоялась праздничная программа. «Представители прекрасной половины человечества» поздравили руководителя муниципального района. «Милые, любимые, родные, желанные, с праздником мы любим вас!» Программа праздничного мероприятия началась в речении цветов женщинам. В зал Дома культуры молодости накануне 8 марта были приглашены представительницы прекрасной половины человечества. Многие из них трудятся в различных сферах. Это педагоги, работники правоохранительных органов, операторы машинного доения, журналисты и многие другие. Собравшись с Международным женским днём, поздравил глава администрации муниципального района Ахат Куплахметов. «Низкий поклон вам и сердечное спасибо за самоотверженный труд на благо района. От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Желаю вам и вашим близким счастья, радости и добра. Пусть в ваших сердцах живёт любовь, а в ваших домах не умолкает детский смех. Будьте здоровы, красивы и любимы! И пусть всегда рядом с вами будут добрые и надёжные мужчины». В преддверии 8 марта сохранилась добрая традиция – вручение премии имени Героя Социалистического Труда Шавалия Вахитова. Шавалий Мухаммедович лично принял участие в церемонии награждения лауреата. Премией удостоена оператор машинного доения СПК «Искра» Альфия Мирасова. Ей вручены диплом и денежная премия. «Давно я работаю, работу свою люблю. Я рада, что так выбрали меня». Сегодня на хрупких плечах женщин лежат не только домашние заботы и воспитания детей. Женщины проявляют высокие профессиональные деловые качества, активно участвуют в социально-экономическом развитии района. Так 37 специалистов разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации района. Самые искренние пожелания милым дамам в сидящем зале адресовал почетный гость мероприятия член Комитета Федерального Совета Российской Федерации по международным делам Рафаил Зинуров. «Благополучие, успехов, лад семье. А мужчинам вы любите ваших девушек, жен, бабушек, сестер, внучек. Это будущее опять-таки основы семьи». Рафаил Нариманович передал поздравления главы республики и супружеской паре Идрисовых. Они в любви и согласии прожили 50 лет. Также сертификат на приобретение жилья получила семья Шакуровых. Много добрых слов и пожеланий прозвучало в этот день в адрес дорогих женщин, уважаемых коллег, любимых мам и бабушек. Свои выступления виновникам торжества подарили и лучшие творческие коллективы Куэргазинского района. Ниже с ломоцветами сотрудники ГИБДД в Международный женский день останавливали машины, за рулем которых сидели женщины не только для проверки документов, но и чтобы поздравить прекрасных дам. О праздничном настроении на дорогах в нашем следующем материале. Как правило, в праздничные дни в городе сотрудников дорожно-постовой службы больше. Задача номер один – задерживать пьяных водителей. Но сегодня от руководства ГИБДД инспекторам поступила и вовсе необычная задача. Инспектор ДПС внимательно вглядывается в лобовые стекла машин. Выведет в потоке даму за рулем иногда помогает свет автомобиля. Сотрудники ГИБДД останавливают девушек не только для того, чтобы проверить документы. Состояние водителя и все ли нормы безопасности соблюдены. Ну и чтобы поздравить с Международным женским днем. Здравствуйте, инспектор ДПС, старший ламп полиции «Голков». Я совершенно вам верю. Спасибо, Марта, вас. Спасибо большое. Желаю счастья вам, здоровья, успехов. Чтобы вы не нарушали правила дорожных движений, берегли себя и свои просмотки. Спасибо большое. Сегодня Международный женский день, 8 марта. И мы от лица ГИБДД решили маленько поздравить наших женщин, водительниц за рулем. С каждым днем на дороге у нас все больше и больше ездят девушек за рулем. Мы хотели акцентировать внимание и поздравить их с этим замечательным праздником. Многие сначала пугались, когда их тормозит инспектор ГИБДД. Но вместо того, чтобы спрошли документы, дамам вручали прекрасные цветы. Женщины в ответ улыбались и не уставали говорить спасибо. Ведь как приятно получать цветы из рук не только любимого мужчины, но и от того, кто следит за порядком на дорогах. В этот день поводов, чтобы улыбнуться, становится больше. Выдвинулись за покупками себя любимых побаловать. И вот так внепланово. Очень приятно, очень нравится. Вообще не ожидала. Если честно, очень приятно. Вот удивили. И спасибо огромное за такую доставленную, если честно, радость. Ну, первые эмоции ваши? Ну, первые эмоции, естественно, ну, во-первых, неожиданно, да, очень неожиданно. Во-вторых, ну, радость и приятно, как женщине, получать цветы от мужчин и получать какие-то слова приятные слышать. Свои впечатления первые, ожидали, нет? Ну, вообще нет. В принципе, за 20 лет за рулем первый раз в жизни. То есть ни разу еще не было? Нет. Ну, первые впечатления ваши? Ну, нормальные. Приятно очень от ДПСников что-то получить. За время рейда не было зафиксировано ни одного грубого правонарушения. И все остановленные женщины расставались с сотрудниками ГИБДД лишь с праздничным настроением. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В эти выходные в городе Кумертау прошел чемпионат по спортивной фитнес-аэробике. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. Вниманию судьи были представлены как сольные выступления, так и командные. По итогам состязания лучшие спортсмены будут включены в сборную Башкортостана. В нашем городе развиваются многие виды спорта. У нас есть и аборты, и базовые виды спорта. И мы очень рады, что такой красивый, легкий, динамичный, мягновенный спорт, как спортивная аэробика, так же развивается в нашем городе. И уже неоднократно мы принимаем такие красивые соревнования. Спортивная аэробика, как и во всей республике, активно развивается и в нашем городе. Поэтому неудивительно, что Кумертау принимает чемпионат такого высокого уровня. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» встретились сильнейшие представители региона по спортивной и фитнес-аэробике. Всего 9 команд. Это более 200 участников. Так что Кумертау в эти дни объединил любителей аэробики. Это была, наверное, моя инициатива. Очень хотелось показать, чтобы в нашем городе развивается такой вид спортивной аэробики, самый красочный вид спорта. В нашем городе занимается большое количество детей, это и мальчики, и девочки. Возраст трех лет. И старше у нас ограничений в возрасте нет. Представители этого красивого вида спорта на открытии соревнований приветствовали с почетными гостями. В числе которых представители администрации города Кумертау, Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики Башкортостана, а также Министерство молодежной политики и спорта региона. Сегодня увидела задор, эмоции, самое главное, положительное такое в лице, в глазах, блеск. И это самое главное. Даже пусть они не выиграют сегодня, но получат такой эмоциональный всплеск. И это, я считаю, одно из самых главных для ребенка. Соревнования являются отборочными для формирования сборной республики. Команде предстоит выступать в чемпионате Приволжского федерального округа. Он состоится в конце марта в городе Уфе. Поэтому перед судейской командой стоит серьезная задача увидеть и по достоинству оценить все выступления. За конкурсными программами пристально наблюдает 8 судей. У каждого свое направление для оценивания. Все спортсмены у нас отсуживаются судьями, которые смотрят на артистичность. Это как спортсмен преподносит композицию, как он улыбается, какие делает он переходы. А исполнение тоже смотрит, насколько чистый ребенок пополняет, с какой амплитудой все это делает он. И судья по сложности непосредственно смотрит на сложность элементов, которые сам выполняет спортсмен. Спортивная аэробика – это своеобразное сочетание танца, акробатики и элементов фитнеса. У спортсменов в зависимости от возрастной категории около полутора минут на выступление. В этот отрезок времени нужно в максимальном темпе показать свою программу из 6-10 обязательных элементов. Выступление оценивается по новым правилам, отмечают организаторы. Так что требования изменились не только к программам, но и к системе оценивания. Нам пришлось буквально за короткий промежуток времени тренерскому коллективу поработать со спортсменами, поменять все программы, усложнить их. И если смотреть те возраста, которые уже у нас с утра до обеда отсоревновались, ну, есть, конечно, какие-то недочеты, да. Но я думаю, что мы за две недели постараемся их устранить. География участников широкая. Мастера аэробики приехали из городов Уфа, Благовещенск, Бирс, Межгорье, Стрель-Тамак, Училы. Каждый спортсмен хорошо знает, какой труд скрывается за красивым номером. Тем не менее, мальчишки и девчонки готовы добиваться высоких результатов. Пошел в пять лет на спортивную аэробику. Каждый день мы занимаемся по два-три часа, а бывает даже и больше. А что делать? Ну, элементы, связки, композиции. Я увидела, как занимаются другие девочки и решила туда пойти, чтобы хорошо выступать, чтобы были медали, чтобы могли мной гордиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Среди участников в самом большом составе выступает аэробики. кумертаусские спортсмены. Это настоящие фанаты этого вида спорта. За годы упорных тренировок они достигли многого. Есть высокие награды во всероссийских и республиканских чемпионатах. Спортсмены выступают как в номинации соло, так и в группах. Каждый из них есть свои сложности, отмечают они. Я занимаюсь в 12 лет. Меня изначально привели в детстве. Мне как-то просто понравилось. Красивый вид спорта, поэтому продолжаю дальше заниматься. Нравится, я вообще люблю танцевать, поэтому как-то, не знаю, сразу просто понравилось. Сложнее, наверное, в команде, потому что там нужна синхронность, а когда танцуешь соло, то можешь свой темп танцевать. Соревнования шли в течение двух дней. Для каждого участника чемпионат стал площадкой для общения и получения нового опыта. Ну а сильнейшие представят республику в составе сборной в ближайших соревнованиях Приволжского федерального округа. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели и до встречи на телеканале ARIS.